ребят всем привет сегодня по-настоящему сельский или я бы сказал деревенский фермерский выпуск потому что мы на ферме белого и именно здесь мы постараемся разобраться почему же сельский отдых в 2022 году может быть и должен быть комфортным и качественным и как этого достичь с помощью наших старых добрых септиков поехали второе а и и Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Сегодня повезло и можно пообщаться непосредственно с хозяином фермы Белова Алексеем. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Насколько сложно и насколько дорого обеспечить здесь городской уровень комфортной жизни? Ну, никаких сложностей абсолютно нет в этом. Никаких сложностей. Сейчас наши технологии позволяют все это сделать. Пожалуйста, покупаем септик, выкапываем, ставим унитаз, душ, проводим воду. Вода у нас из скважины, питьевая, отличная вода. Все это подсоединяется, все с комфортом. Ну, как бы нет никаких проблем в этом. Насколько все это дорого, ну, это не таких космических денег стоит, чтобы там прям себе отказать в этом удовольствии. Тем более, находясь далеко от города. Ну, а что такое ферма? Ферма – это, прежде всего, общение с животными у людей, которые приезжают сюда к нам отдыхать. Как она это все образовывалось, это моя супруга. Об этом мечтала, мечтала очень долго. Ну, мечтала, мечтала, намечтала. Я строил все здесь. Строил, воплощал ее мечты. Сейчас таких ферм нету, как были раньше, где было там по 50 голов коров, там, и баранов по 100 голов. Ну, как бы себя, грубо так, называть фермером или ярым таким, я не могу называть себя фермером. Да, у нас такое фермерское хозяйство небольшое. Ну, за этим, за всем надо следить, смотреть, правильно кормить животных. Фермер что должен? Смотреть за животными, за рабочими, которые делают эту работу, в первую очередь. Чтобы все было классно, чтобы животные все чувствовали нормально себя, были накормлены, напоены. В комфортных условиях они, чтобы все жили. В этом фермерская, как бы, задача-то и заключается. Конечно, закладывать бюджет на все нужно. И на коммуникации, и на инженерные системы. Ну, в общем, ну, все, что приходит вокруг строительства дома, это все дополнительные расходы. А какой процент по отношению? Ну, надо смотреть, какой дом, какое потребление, например. Если дом маленький, вот такой, как этот, там, двухкубового септика, хватит за глаза и за уши. То есть, сориентироваться по стоимости, ну, я думаю, процентов 10, наверное, от стоимости дома полностью. Надо закладывать на инженерную систему. Ну, и это, соответственно, какой дом, такие проценты должны быть. Большой дом затребует больше. Ну, не настолько больше, но немножко больше. Алексей, вот здесь у вас на ферме Белова представлено несколько домов. У них у всех оригинальные названия. И у каждого из них оригинальный такой вот свой вид, своя какая-то внутренность неповторимая. То есть, каждый дом, он очень разный. Но насколько я вот у вас уже второй раз пожил в двух разных домах. И, к слову говоря, ребята, я был в русской сказке с баней. Отличное место, особенно зимой. Мы были здесь зимой. И второе место – это ультра-комфортный, мега-современный и очень изящный изумрудный. Вопрос в следующем. Все ли дома у вас здесь снабжены одним и тем же вот перечнем элементов, обеспечивающим комфорт? Или что-то вот где-то отличается? Нет, все индивидуально в каждом. И что вот в каждом доме, то есть, что входит в обеспечение комфортом? Какие вот системы реализованы? Ну, если начинать снутри, это теплые полы, ну, по электрике, да, полностью все светоотвещение. Дальше у нас идет унитаз, бойлеры водонагревающие отдельные. То есть, проточных у нас нет никаких, у нас только водонагревающие стоят везде. Ну, все выходы в септики, у каждого свой септик сделаны, у каждого домика рассчитаны под свой объем использования. Где-то два, где-то три куба, все по-разному. Ну, техника у нас тоже, техника, которая, там, унитазы, все это, все, что у нас там стоит, ну, тоже должно быть все качественное, чтобы один раз поставил и не там, не за две копейки, чтобы это было, а чтобы стоило хороших денег, чтобы оно работало долго и не беспокоило. То есть, вы следуете английской поговорке о том, что скупой платит дважды? Да, да. Ну, вот есть такое же еще, от дешевого продукта ты получаешь сразу удовольствие, но в итоге на дистанции потом оно тебя не радует, а огорчает. А когда ты один раз заплатил подороже, и на дистанции оно тебя радует, дольше, 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 дольше. Экоферма, ну, это экологически, например, чистые продукты, да, у нас, молоко, яйца, там, творог, все, что касаемо той продукции, которую дают нам животные. Ну, и при этом же люди, которые приезжают сюда к нам, чтобы они приехали не как в какую-то деревню глухую окунулись, для них еще предоставлены комфортные домики, где они могут себя чувствовать как в своей квартире. То есть, это удобство все там, унитазы, души, все, ну, все, что можно. Алексей, а я видел, у вас на участке строится новый дом формата А-фрейм, а мы могли бы туда сейчас пройти и посмотреть, а как там вообще реализуется ход строительных работ? Да, конечно, как раз там идет к завершению, можем пройти, посмотреть. Отлично. Можем зайти вовнутрь и посмотреть, как у нас там все устроено, устраивается. Ну, вот, что у нас на данном этапе пока так. Ведется покраска, ведутся работы сейчас в санузле. Здесь мы приняли такое решение, как установка ванны. В тех домах у нас везде устанавливаны душевые кабины, где-то встраиваемые, где-то просто покупные, которые углы. А здесь вот решили поставить ванну и с таким видом, чтобы можно было лежать и смотреть туда, в природу красивую. К примеру, водонагреватель. Он не во всех домах такой у нас стоит большой, потому что здесь мы заложили большой водонагреватель, потому что у нас устанавливается ванная здесь полноценно, чтобы человек мог налить ее полную и как бы с комфортом еще потом в душе полоснуться после того, как ванну спустить. Поэтому большой такой нагреватель. Здесь вот в этом же углу и выходит у нас септик. Все выводы сделаны септик. Ну, работа без трактора тут не обойтись. Обязательно нужен будет трактор, чтобы он поработал здесь. Закладки тоже у нас уже все приготовлены. Вот сейчас только подключение и все готово. Вот метров шесть от дома установлены у нас септики, в принципе и везде так. Ну, где-то четыре метра, где-то шесть метров. И вот он, собственно говоря, наш септик, который работает просто замечательно. Ребята, в деревне можно жить с комфортом. Приезжайте, поживите, посмотрите, как это. Убедитесь сами на своем опыте, прочувствуете. Пожалуйста, просим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, как мы с вами выяснили, отдыхать в деревне так же комфортно, как и в городе. Если вы настоящий ценитель комфортабельного размещения, то нет никакого сомнения в том, что в ферме Белова, в любом другом месте, где с умом и грамотно подошли к организации комфорта, используя в том числе септики, вы будете довольны и останетесь высоким уровнем комфорта, к которому привыкли в городских условиях. Да, собственно говоря, так же, как и заказать свободное место в ферме Белова, так же просто заказать и пригласить ребят, замерщиков, на свой участок из команды ПригородПро. Профессионалы приедут, сделают замер и в короткое время проведут качественную профессиональную установку любого септика, который обеспечит вам комфортные условия в любом месте вашего загородного участка. Профессионалы от ПригородПро обеспечат ваш комфорт и это будет правильно. Продолжение следует... Продолжение следует...